Ну что, девочки, у нас сегодня предпоследний день нашей телестройки. И тех, кого уже я немножко со своими видео вздохнут, наконец-то. Господи, слава Богу, а то она со своей стройкой уже немножко поднадоела. А те, кто наблюдал, спасибо вам большое. Сегодня у ребят подготовительные работы, и завтра они нам сдают нашу баню. И сегодня у них уже все, забрали бытовочку. А завтра мы расстаемся с ребятами. Но вы знаете, что я вам могу сказать, навряд ли мы с ними расстанемся, потому что мы еще хотим жахнуть террасу, конкретную террасу. У нас большая терраса, 16 метров. Длиной и 4 метра шириной. И мы ее тоже хотим делать добротную, жилую. В общем, и мы, конечно же, будем звать именно этих ребят, которые строили нам баню. Нам немножко не хватает средств для террасы нашей, да? Понимаете, 16 метров длина террасы. И 4 метра. Ну, в общем, грубо говоря, около 60 квадратов у нас наша терраса. И, конечно же, нам надо до осени немножко накопить деньжат. И мы позовем именно этих ребят, которые строили нам баню, и они нам жахнут еще террасу. Поэтому я не очень огорчена тем, что мы сдаем баню, чтобы расставаться с ребятами. Потому что мы с ними не расстаемся, мы их будем звать и дальше на наши строительные работы. И я хочу пожелать всем, кто собирается строиться, не имеет значения, компания терем, либо какая-нибудь другая строительная бригада, да, чтобы вам... Либо вы вообще работаете где-то. Не имеет значения, если вас окружают люди, пусть эти люди будут в первую очередь специалистами хорошими, аккуратными, мастерами своего дела и просто хорошими людьми, девочки. Пусть вас окружают хорошие люди. Ну, а сейчас идем смотреть, как же выглядит объект в предпоследний день перед сдачей. Ну, с вашего позволения, я начну с парилки. Это основа основ, ради чего затеивалось это все, потому что именно парилка будет возвращать мне здоровье, которое мне очень надо. Вот так выглядит парилка, вот так выглядит печь. Ребята жахнули уже сюда камни, не помыли, девочки. Камни надо мыть. Посмотрите, я взяла просто вверху лежал камушек, и вот моя рука. По инструкции каждый камушек должен обмываться, потом высушиваться и только потом укладываться в печь. Ребята, конечно же, сегодня же заберут все камни с печи и их промоют, конечно же. Но, тем не менее, все сделано добротно, все стоит. Идем дальше. Конечно же, здесь уже все уложено. Здесь мы взяли немножко паузу и стоп, потому что мы хотим тоже здесь сделать как надо, по-человечески. Вот, и оставляем это вот в таком варианте, как сейчас и есть. Вот так выглядит непосредственно с внешней стороны кирпич, да, между парилкой и нашим коридором. Конечно же, ребята возьмут наждачечку и это все выровняют. Конечно же, все хорошо. Здесь вот идет вытяжка с баня. Конечно же, уже стоят двери. Нет пока что ручек. Сейчас мы... А, двери почему-то закрываются. Что такое? Ну, короче, ну вот так. Ну, как есть. Я не буду ничего скрывать либо монтировать. Двери не закрываются. Соответственно, сюда надо будет ручка, которая должна, ну вот, с язычком быть. То же самое, туалет, да. И посмотрим, закрывается ли дверь в туалет. Закрывается, да, все хорошо. Вот, ну вот, как-то так. Но, тем не менее, она стоит достаточно добротно. Здесь дверь мы не стали... Ребята, ее повесили, мы ее сняли. Я сказала, забирайте себе эту дверь. Нам не надо эта дверь, она нам будет мешать. И поэтому ребята сделали аккуратные откосы. Так, тишина. Я снимаю видео. Здесь ребята непосредственно позакрывали уже окна. Окна стоят. Давай, Ярик, я сниму вот это окно, которое ты единственное не закрыл. Смотрите, что. Уже сделана внешняя облицовка наших подоконников. Да, обшито все вагоночкой, обшито все аккуратно с внешней... Так, солнце. С внешней стороны окна, конечно же, окна мы утепляли пеной, утепляли, устанавливали. Пену мы тоже меняли на менее дешевую, на более дорогую. И пену мы брали добротную для наших окон. И вот так изнутри смотрятся окошечки. Каждое окошечко так вот выглядит. Что сейчас ребятки делают? Поскольку они будут класть нам ламинат и красить абсолютно все помещение нашей бани в белый цвет... Игорь, принеси ведро, пожалуйста. Они закрыли окна. Крафт бумагой, кстати. Закрыли окна, потому что... Ну, чтобы потом не мыть окна. Вот и все. Хотя у нас есть пылесос Керкер, который без проблем моет окна. Но, ребята, обезопасили окна. Наш дом будет краситься вот такой высокоэффективной декоративной пропиткой для защиты древесины. Очень рекомендую вам сок. Уберу сок томатный, ребят. Все будет в белом цвете. Прокрашивать, ребята, все будут в три слоя. То есть в три слоя будет идти крыша. Да, чтобы она была более белесая. И в два слоя будут идти стены. У нас все будут в белом цвете. Несмотря на то, что, девочки, уже сейчас все, в принципе, светленькое. Но все знают мою болезнь по белому. Но, конечно же, вот это так не останется. Ребята, все это за сегодня доделают. Здесь будут уголки. Да, красивые, ну, можно сказать, стеночные плинтуса, если это можно так назвать. Поднимаемся на второй этаж. Да, Ярик, я прям за тобой иду. Здесь уже устанавливано перила. И это все, конечно же, также будет краситься, девочки, белый цвет. Воздухоотвод или, как это сказать, с парилки идет и на второй этаж. Дымоход, Ярик мне подсказывает. Идет с парилки и прям выход туда, в крышу. Здесь тоже уже все чистовое. Ребята устанавливают вот крафт-бумагу на окна, обезопасить. Здесь тоже все зашито. Посмотрите, как все аккуратно. Я руками все вожу. Да, доделывают мальчики. Вот они, межстеночные, можно сказать, плинтуса. И это все будет сегодня покрываться в белый цвет. И поскольку у ребят забрали бытовку, они сегодня идут в ночь. За сегодня они покрасятся абсолютно все в белый цвет, в три слоя. И начнут ложить ламинат. Как-то так. Ну и... Можно несколько секунд от соколя. От Леруа Мерлен. Ага, это я прям отдельным видео сниму. Потому что без этого я здесь никак. Что я могу сказать? Завтра ребята сдают нам нашу баню. А сегодня у них идет демонтаж бытовки, в которой они прожили на нашем участке то количество дней, которые строили нашу баню. И поскольку сегодня забирается бытовка, а только завтра они сдадут нам наш объект, они, бедные, все выгружают на баннер свой красивый, который привезли сюда вот свои вещи. И, конечно же, сегодня они будут ночевать в нашем доме. Первые жители, первые гости. Для меня, конечно, немножко странно, почему сотрудников оставляют практически на улице. Потому что они будут еще сегодня работать. Завтра они еще будут работать. Только завтра вечером мы примем у них все. Потому что есть еще у ГУГО, чего надо доделывать. Но бытовку у них забирают именно сегодня. Не знаю, может это так как бы надо. Я просто не знаю. Факт. Ребята сегодня вот забирают вещи. И, ну, негде жить. Ну, наверное, это как-то правильно. Я просто не в курсе. И я не хочу углубляться в эти тонкости, да. Факт остается фактом. То есть, а если я закрою сейчас дом? То есть, ну, я не хочу, чтобы, ну, кто-то кроме меня ночевал в моем доме, да. И где будут ночевать ребята. Ну, как-то вот для меня это немножко странно. Может быть, этому есть какое-то логическое объяснение, о котором я пока что не знаю. Но факт остается фактом. Ребята собирают бутовку. Стоит газель, в которую они будут сейчас это все загружать. И ребята остаются на улице. А если зима? Ну, я просто вот так моделирую ситуацию. Допустим, зима, январь. У них сбирают бутовку. Хозяин против ночевки работников в своем доме. И что делать с ребятами? Я очень надеюсь, что этому есть какое-то логическое объяснение. Очень, очень надеюсь.